Сегодня мы отправляемся в музей-мастерскую народного художника СССР, героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий СССР, академика Дмитрия Аркадьевича Налбандяна. С Тверской у дома номер 8 сворачиваем во двор. Здесь обычный тихий двор, даже не догадаешься, что в нескольких метрах шумная Тверская. Музей расположен на месте студии Налбандяна, на девятом этаже, а его квартира была в этом же доме, только на четвертом этаже. Сам музей был основан в 1992 году. Художник передал свою коллекцию в дар городу. У входа в квартиру сохранилась табличка. Обратите внимание на звонок. Сейчас он закрашен, но тем не менее он функционирует. Мы зашли в квартиру. Так звонок выглядит изнутри. Давайте послушаем, какой он издает звук. Сейчас такой звук уже редко где услышишь. С советских времен сохранились дверцы, за которыми скрыты электрические щитки. В прихожей мы видим такое зеркало. Весь вид, конечно, портит громадное количество современных электрических щитков. Я думаю, их надо как-то замаскировать. Тем более, они все сосредоточены в одном месте. Пройдем по длинному коридору непосредственно в саму мастерскую. В этих креслах когда-то сидели многие известные и знаменитые люди того времени. На стенах мастерской, как в галерее, сейчас представлены живописные работы Дмитрия Аркадьевича. Выглянем в окно, из которого открывается такой вид на центр Москвы. Творчество Налбандяна, конечно же, заслуживает отдельного рассказа. Сейчас же мы рассмотрим в первую очередь обстановку мастерской советского времени. Эту скатерть связала мать Дмитрия Аркадьевича. В мастерской имеется и балкончик. Можно было подышать свежим воздухом. Кстати, из окна отлично видно дом под юбкой, который расположен у метро. Налбандян застал еще то время, когда была установлена скульптура балерины. Ведь он жил здесь с 1956 года, а скульптуру убрали в 1958. В мастерской везде паркетный пол. Пианино принадлежало жене художника. Здесь рабочее место. Мастерская очень просторная. Посмотрите, какое потолочное окно. Такая хорошо освещенная мастерская с дневным светом. Мечта любого художника. Этот вентилятор Дмитрию Аркадьевичу подарил Гагарин. Это те времена, когда еще не было кондиционеров. Так что это очень нужная вещь. Вентилятор до сих пор в рабочем состоянии. Этой стены не было в те времена. Ее достроили уже позже. На мольберте автопортрет художника. Здесь же муштабель. Приспособление, которое помогает художнику поддерживать руку с кистью. Сейчас мы зашли в мемориальное пространство, где собрана мебель, книги, документы, фотографии. Диван, два кресла, стол и табуретки Налбандяну подарила Индира Ганди. В углу телевизор тех времен. Рядом с телевизором радиола. Раньше в этом помещении были запасники. А теперь музейная экспозиция. У стены мы видим большой книжный шкаф. Еще недавно в углу стояла вешалка с вещами художника и его обувь. Сейчас вешалку с вещами и обувь почему-то уже убрали. А здесь советская стенка. Характерный атрибут того времени. На открытых полках по традиции выставлена красивая посуда. Еще в те времена было модно выставлять раковины. Этот сервиз производства Дулевского фарфорового завода. Обратите внимание, что кружки расписаны изнутри, а не снаружи. Их внешняя часть как раз отражается в зеркале. А вот шкаф с книгами. Здесь комбинируются закрытые и открытые полки. Сохранилась и проводка тех времен. Правда, она сейчас уже не функционирует. Так проводка была подведена к люстре. Люстры современные. Двери сохранились с тех времен. Обратите внимание, что ручка расположена горизонтально. Хочу еще пару слов сказать об этом комплекте. Есть версия, что это не стол и табуретки, а общий стол и столики для индивидуального использования. В квартире Дмитрия Аркадьевича была целая комната, где все было обставлено индийской мебелью. На радиоле шахматная доска с дарственной надписью, подаренная в 1957 году. Заходим в следующее помещение. Здесь в основном экспонируется графика художника. В советском серванте представлена интересная керамика. На нижних полках симпатичные сервизы. А этот стол с дачи Дмитрия Аркадьевича. Сейчас он совсем пустой, а между тем еще недавно он выглядел так. По-моему, раньше было лучше. На столе стояла лампа, под стеклом были размещены важные документы. Вот только современный стул явно не вписывался сюда. В этом помещении находится и такая тумба на гнутых ножках, которая тоже принадлежала Налбандяну. Эти расписные тарелки – подарок Индиры Ганди. Ну и последнее, на что я обратила внимание, это вытяжка в двери мастерской. Такое редко встретишь.